Улыбается, конечно. Волосики красивые. Все-таки женский образ получается, но мужчина рисует. Художник Владислав Несынов импровизирует на тему образа волонтера в заповеднике. Сам он с учениками пишет с натуры утрижские пейзажи. Отсюда полос, совершенно безобидный. Но однажды пришлось бороться с инстинктом, когда он заглянул в этюдник. На каждый художник всегда скажет, что природа – это наш учитель. Кто-то из художников скажет, что это и наша мама, это будет и то, и то справедливо. Поэтому мы, художники, которые проживают в Анапе, к заповеднику Утришу относимся как к учителю и как к маме, к мамам. 2018 год волонтера. Вокруг заповедника Утриш сформировался костяк из десятков добровольцев. Те, кто помогает вести учет растений и животных. В семье Гурашкиных из села Супсех помогают вернуться в природу черепахам, которые испытали стресс от встречи с цивилизацией. Волонтеры серебряного возраста выучились на экскурсоводов и готовы в любой момент сопроводить туристов по маршрутам разной сложности. Счет тем, кто хоть один раз принял участие в уборке берега или границ заповедника от нанесенного мусора, идет на сотни. В целом же добровольцы – это связующее звено, которое помогает тем, кто живет в городах и станицах, не потерять контакт с природой. Это дает, прежде всего, разъяснение. Разъяснение. Больше знают о заповеднике, больше знают о природе, которая сейчас окружает город Анапу. И, соответственно, люди больше подтягиваются к этому всему природе. Анна Пукиш – биолог по образованию. Написала книгу для детей про животных, чтобы юные читатели могли делать маленькие открытия, полюбить, чтобы потом беречь. Именно она отвечала детям от имени животных, которым юные натуралисты писали письма. Есть элемент сложности, но это очень интересно, потому что тогда ты можешь поиграться и представить себе, что ты чайка или ты осьминог. И объяснять, что я цикаду, и у меня пять глаз. И ты знаешь, дорогой, мне так интересно, значит, я вот тебя вижу, как ты там просыпаешься, и что ты делаешь. В целом год добровольца в заповеднике Утриш назвали продуктивным и интересным. По итогам отметили несколько десятков активистов, в том числе и нашу телекомпанию, отметив при этом, что все настоящие друзья природы не поместились бы и в нескольких таких залах. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.